Теплый солнечный весенний вечер на небе не облачко. Что еще нужно для хорошего футбола? Оказывается, помешать ему может трансляция другого футбольного матча. Свой поединок против клуба «Челябинск» Ульяновская «Волга» начинала практически одновременно с дерби ЦСКА и «Спартака», которое прошло в Москве. Именно по этой причине, гласит статистика, многие болельщики «Волги» не пришли на стадион «Старт». Я благодарен тем болельщикам, которые, несмотря на «Спартак» и ЦСКА, пришли сюда, поддерживали команду. Мы эту поддержку слышали. А тем болельщикам на диване с пивком огромный-огромный привет. Зато фанатский сектор стадиона «Старт», как всегда, в полной боевой готовности. Песни, речевки, бой барабана. В помощь громогласным поклонникам ульянской команды губернатор Сергей Морозов. Он заглянул в фанатский сектор прямо во время матча, в котором на кону борьба за бронзовые награды в зоне «Урал-Привожье». Безусловно, это игра за третье место. У нас шансы были. Если мы выиграли, мы сравнились по очкам. Конечно, у них игра в запасе, но могли догнать. К сожалению, не получилось. Ожидали, что игра будет очень тяжелой. Команда бойцовская. Поэтому все, что ожидали, то и получилось. Вынужденная турнирным положением играть только на победу, «Волга» оголила свои защитные ряды и еще в первом тайме могла пропустить как минимум трижды. Но за хозяев играли штанга, перекладина собственных ворот, да мастерство голкипера Дмитрия Красильникова. Во втором тайме хозяева в защите сыграли более надежно, но во нападении снова не преуспели. В итоге ничья – 0-0. Дала знать о себе жара, в принципе, быстрый такой перепад от холода к жаре. И мы, к сожалению, чуть-чуть поплыли. И хозяева, видно было, что чувствовали себя не очень. Благодаря ничьей с Челябинском волжане поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Однако отстают от главного конкурента в борьбе за место в тройке на прежние три очка. 7 мая у Волги самое серьезное испытание – выездной матч в Нижнем Новгороде против потенциального лидера и главного претендента на выход в ФНЛ – Олимпийца. Михаил Русашанский. Новость Ульянской правды.